Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. И всем еще раз здравствуйте. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Вот летом, да, когда было тепло, хорошо. У нас на крыше Радио Болтком. Мы часто вылезаем, вот просто погреться на солнышке. Хотя сейчас уже вот как-то совсем не хочется открывать эту балконную дверь. Так вот, на крыше у нас юные прилистницы, совершенно фантастические, красивые дивы танцевали. И вот мы как бы подглядывая там через щелочку, через какие-то окна смотрели, что же это за нимфы устроили такие потрясающие танцы. Вот об этих танцах мы сейчас и поговорим, потому что у нас как раз-таки основатель и руководитель танцевальной компании Riga City Just Dance, преподаватель музыкальной академии Язепа Витвола и хореограф, и педагог Алиса Кошелева. У нас с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Алиса, вот расскажите, вот что это было, потому что вот мы видели, да, что на крыше что-то происходило, вот что это было за такое действо? Вообще, почему ваш коллектив выбрал именно такую натуру? И когда можно будет посмотреть? Я понимаю, что уже работа закончилась над этим проектом, и когда можно будет с ним ознакомиться? Проект этот родился уже, на самом деле, в моей голове достаточно давно, поскольку наш коллектив, как вы уже сказали, называется Riga City Jazz, да, то есть мы танцуем в Риге. И у меня была такая идея, что надо снять видео, посвящённое Риге, посвящённое нашему любимому городу, связать всё это, естественно, с любовью и с танцем. И этим летом я познакомилась с Александром Шуниным, который мне высказал свои предположения. У нас есть чудесное место, крыша, такой прекрасный вид на Ригу. Было бы здорово сделать какой-то проект, связанный с танцем. И тут в моей голове всё сложилось, поскольку эта идея уже была у меня тоже давно, и танец уже был давно, как бы в голове тоже мой придуман. Поэтому просто мы пришли к вам на вашу прекрасную крышу. Я влюбилась безумно в вид, который увидела с вашей крыши. Это действительно самый центр, и старый город виден, да, и все наши современные постройки, и тихий центр. То есть это вообще фантастично, потрясающе. Так родился наш проект, он уже закончен, он уже в общественном доступе, на нашей странице на Ютубе Рига Сити ЖАЗ. Уже залито видео, так что его можно смотреть абсолютно свободно, в общем доступе. Замечательно. Расскажите, может быть, сколько вообще участниц принимала, ну, простите, сколько танцовщиц принимала участие в этом проекте, и насколько эта танцевальная студия, какое количество людей объединяет? Говоря конкретно про этот проект, здесь принимала участие 10 танцовщиц, 10 участников. Но вообще наш коллектив намного больше. Мы существуем уже 6 лет, с 2015 года. За нашими плечами уже достаточно много осуществленных проектов танцевальных и личных авторских спектаклей. У нас происходит, естественно, как в любом коллективе, какая-то ротация, да, то есть кто-то приходит, кто-то уходит, но есть основной состав. На данный момент у нас где-то по 30 человек в нашем коллективе. Ну, то есть происходит какое-то обновление, кто-то уходит, кто-то приходит. Да, конечно, конечно. Люди взрослеют, меняются, да, то есть у них меняются, естественно, жизненные позиции, да, кто-то куда-то уезжает, это абсолютно нормально, это жизнь. Поэтому, естественно, как бы кто-то, наоборот, понимает, что хочет быть с нами, приходит к нам, мы с удовольствием принимаем новых участников тоже. И, ну, естественно, конечно, происходит какой-то обмен, взаимообмен. Что касается вот этого клипа, какая была его идея, что вы хотели показать этим клипам, и вообще зачем нужно было снимать его, а не ставить живой танец? Ну, в сегодняшних реальных условиях вы сами понимаете, что выступать вживую уже достаточно тяжело, поскольку пандемия ударила по всем, в том числе, я думаю, что очень сильно по искусству как таковому во всех его направлениях. Поэтому мы уже, в принципе, два года готовим проект, наш новый спектакль, который никак не можем выпустить из-за того, что постоянно ограничения по площадкам, по людям, по месту, да, то есть, ну, мы очень надеемся, что этим летом всё осуществится, наш новый проект появится обязательно для зрителей, как спектакль именно, как действие именно, как концерт-спектакль. А говоря про это видео, ну, мне просто нравится тоже снимать такие вещи, как видеофильмы, видео, танцевальные видео. Во-первых, это остаётся, это может посмотреть любой человек в любом уголке мира. Это останется нам для истории, что мы это сделали когда-то, да, то есть, как, наверное, такую большую работу, это я ещё не вижу, не смогла бы её вывести в такой объём, как спектакль, да, то есть, это мини-работа, мини-идея, мини-история, которую хотелось показать вот именно таким образом. Каким образом создаётся? Вот для меня всегда остаётся загадкой, что можно ещё придумать в танце, то есть, вот, ну, казалось бы, все движения, ну, то есть, вот, что нового можно привнести в это искусство? Наверное, вы правильно сказали, что всё уже придумано до нас, и говорят, когда люди говорят, что они там создают свою авторскую что-то, хореографию или новые придумывают, новые стили, я думаю, что это не совсем верно, то есть, каждый хореограф и каждый постановщик, он действительно приносит своё, но именно, наверное, больше как режиссёрский взгляд, да, то есть, какой-то свой авторский взгляд на уже созданное до него. Поэтому здесь мы можем говорить, наверное, больше о том, как создать, как создать историю, как её показать. То есть, для меня это уже больше режиссёрские работы, нежели как хореографы, то есть, безусловно, танец — это основная часть, да, от которой мы отталкиваемся, хореография придуманная. Но как это донести до зрителя, то история — это уже немножко больше, чем просто хореография, это уже больше уходит в режиссуру. — Я просто сейчас как раз смотрю этот клип, нашёл его вот на Ютьюбе, сразу же на канале. И да, вот настолько поразительно, потому что мы-то видели, как сказать, изнанку черновую, когда девушки волновались, выходили, уходили на крышу для съёмок, и потом, собственно, вот обменивались своими впечатлениями, то есть там возбуждённо как бы уже после самого танца здесь, вот когда мы видим всё это действие, оно настолько красиво смотрится, наш крыш, прям поразительно. — Да, крыша, правда, шикарная, и с погодой нам тоже безумно повезло, потому что это был август, там был довольно-таки холодный август, и мы успели урвать ещё солнышко, успели ещё как-то словить эти вот настроения. Мне кажется, что он получился очень атмосферным благодаря вот этому раннему солнцу и этой свободе, и ветру, который присутствовал. Ветер нам немножко подпортил наши планы, мы хотели запустить ещё сверху как бы дроном поснимать, но, естественно, из-за погодных условий мы не смогли это сделать, поэтому нам пришлось на месте выходить из обстоятельств. — Импровизировать. — Импровизировать, да, в том числе режиссёрски уже на месте придумывать, как это всё обыграть и заменить те задумки, которые мы хотели осуществить изначально. Но мы справились. Я думаю, что всё у нас получилось. Я работаю очень довольна, и на самом деле я надеюсь, что зрителям тоже будет интересно посмотреть и окунуться в эту атмосферу. Риге, раннего утра, солнечного, летнего дня. — Музыка. Какая музыка вдохновляет хореографа на создание танца? Поскольку здесь ведь тоже свершеннейший простор фантазии, разнообразие ритмов, и сейчас сколько появляется новой такой совершенно необычной музыки. — Музыка, безусловно, я, наверное, могу сказать, что меня вдохновляет очень сильно. То есть, естественно, идеи рождаются в первую очередь, наверное, от услышанного, от музыки. Я достаточно музыкальный человек, я себя во всех случаях считаю музыкальным человеком. И слышу, иногда ты можешь просто что-то услышать, какие-то звуки, иногда ты можешь услышать какие-то просто интересные мелодии. То есть они тебя просто вот как бы берут и уводят за собой и цепляют. То есть говоря про эту работу за творчеством «Монатика», я слежу уже очень давно, он меня очень вдохновляет. Я считаю, что он безумно талантливый человек. Всё, что он делает, он делает просто по максимуму. Я была неоднократно на его концертах, он выкладывается на все 300%. И у него действительно очень красивое творчество. И его вот та же лирическая, да, то есть мы его больше знаем, наверное, как какого-то такого всё-таки дэнсера такого, который качает, да, который делает такие ритмы разные. Мне нравится его лирическая сторона очень, и вот поэтому я выбрала такую композицию. Мне кажется, что она очень воздушная, очень такая лёгкая. И вот мне показалось, что именно вот под нашу тему, то есть он поёт очень красивая. И то есть я хотела сделать как обращение именно нашему любимому городу Риге. Наша Рига действительно очень красивая. И тут действительно всё сошлось. Ваша чудесная крыша, вид на город, мои прекрасные девушки. И, конечно же, прекрасное музыкальное сопровождение «Монатика». Сильно. Мне кажется, что получилось сильно. Нет, очень красивый клип. В самом деле я нашим слушателям советую. Вот Рига, я люблю тебя. И затем Рига, сити джаз нужно набрать. Я думаю, что сразу же вас выведет или Google, или YouTube на это видео. Вы сможете его посмотреть. И, надеюсь, расширить, поставить лайки, если вам понравилось. Девушки, которые вынимают участие, вот насколько меняет жизнь человека танец? Это становится ли его профессией, как вот у вас? Или это может быть просто каким-то этапом жизни, который может помочь дальше вот обрести? Ну, я вот за вас не хочу говорить, но что дает людям танец? Нет, вы все правильно говорите. Конечно, безусловно, танец дает очень много человеку. Он может стать просто путеводной звездой его по жизни. Да, как вот, например, у меня эта профессия. Действительно, это все вылилось в серьезный жизненный этап в 30 лет. Но также я смотрю на своих, например, учеников, и я вижу, насколько танец меняет людей, меняет их образ жизни, меняет их мировоззрение, мышление. То есть помогает им в каких-то моментах очень эмоционально. Сейчас, я говорю, последние два года вообще стало очень тяжело для многих переживать все события последние. Действительно, это огромное испытание. И танец, конечно, он очень сильно поддерживает, он помогает. Ну, вот говоря про, опять-таки, пандемию немножечко, так чуть-чуть буквально затронув. Конечно, для нас вот танцевать в онлайне это практически невозможно. И я для тебя такую вывела мысль, что, наверное, нужно очень любить танец, чтобы танцевать в онлайне. Вот, и это доказывает любовь моих учеников, потому что они со мной, они меня не покидают. Мы вместе боремся, трудимся, развиваемся, мы создаем, мы не останавливаемся, не опускаем руки. Это очень приятно, когда с тобой рядом столько единомышленников и столько помощников, которые тебя также держат на плаву и не позволяют тебе сдаться. Это здорово. Ну, то есть получается, что ведь сейчас, да, проводить занятия очень сложно, и какие-то выступления публичные тоже, я понимаю, ограничены, возможности, да? Да, вы знаете, ну, сейчас как бы все входит в зеленую зону, как говорят, да, только для вакцинированных. И, соответственно, это очень сильно ограничивает зрителей, да. То есть наша аудитория, она еще не настолько большая, чтобы мы могли позволить себе создавать спектакли там для, только для зеленых, скажем так, да, только зеленые мероприятия. Поэтому, конечно, мы ждем каких-то изменений, может быть, в лучшую сторону, когда позволят более свободно создавать мероприятия. Но мы готовим новый спектакль, который будет посвящен группе Queen, Фредди Меркури. Это будет о его жизни, о его творчестве, полноценный спектакль. У нас за плечами уже четыре спектакля есть. Поскольку вы нас не знаете, может быть, немножко посвящу вас в нашу творческую жизнь. Да, у нас уже самый последний спектакль мы выпустили в 2019 году, до всей этой ситуации с пандемией. И это было Грейд Гэтсби, это было о Гэтсби, о великом Гэтсби. И спектакль танцевальный, одноактовый, тоже о его жизни, о его судьбе. До этого у нас был спектакль о Ре Чарльзе, о его творчестве тоже. И еще у нас были спектакли Тримда, это о латвийских иммигрантах после Второй мировой войны, которые в конце Второй мировой войны уехали в Америку, в Австралию и в Англию. И еще у нас был самый первый спектакль, это история одной песни. В общем, это все танцевальные спектакли, это все только, мы рассказываем все путем танцев, путем движений. Это никакие ни слова, ни песни, да, то есть это действительно только танец. Но зритель, который к нам приходит, он услышит, он нас понимает, и это очень здорово. Это очень здорово, что мы можем достучаться и остаемся на какое-то время в сердечке у людей, это очень здорово. Кто будет играть Меркьюри? Я понимаю, что мальчик или девочка? Вот, вы очень интересный вопрос задали, потому что у нас будет своя интерпретация. Мы хотели удивить зрителя, хотим удивить зрителя. И у нас действительно все мужские роли будут исполнять девочки. Мы сделаем такой немножко реверс, да, перевертыш. И хотим донести историю немножко с другой стороны, показать. То есть такой, я бы сказал, антислужанки в свое время наделал много шума, где женские роли исполняли мужчины, здесь мужские роли исполняют женщины. Да, очень интересная мысль и идея. Вот, могу сказать, что этот спектакль будет кардинально отличаться от всего, что я создавала до этого, поскольку я тоже не стою на месте, развиваюсь. И вот тот джаз, который был изначально у меня в моей голове и моей хореографии, которую я ставила, сейчас это абсолютно что-то другое. Мы идем в ногу со временем. Наверное, сейчас уже так принято у хореографов тоже, которые развиваются, не останавливаться четко в каких-то границах одного стиля, а развиваться и пытаться приносить что-то новое в свои работы. И поэтому у меня также как-то вот эта волна меня захватила, и я очень сейчас кардинально поменяла вообще свои хореографии. И я думаю, что зритель, который опять-таки нас знает уже не первый год, наверное, мы сможем его удивить своими хореографиями в том числе. Очень надеемся. И, конечно, когда будет спектакль, будем ждать вас снова в нашей студии. Спасибо большое. У нас завершается утро на Болткоме, продолжается эфир. Я напомню, с нами была на прямой связи Алиса Кошелева, преподаватель музыкальной академии Язапа Витала, хореограф, педагог и основатель-руководитель танцевальной компании «Рига Сити Джаз». Хорошего дня, всего доброго, до свидания. Спасибо, всего доброго.